Всем привет! Сегодня покажу вам тонометр, к которому имеет посредственное отношение компания Xiaomi. Называется он Mijia iHealth BP3L Smart Blood Pressure Monitor. По-русски это называется тонометр, он же измеритель кровяного давления у человека. Он автоматический, чем он необычен. Поставляется в такой коробке. Дошел, как вы видите, до меня довольно-таки помятый. iHealth. Необходимо скачать приложение, есть QR-код. iOS поддерживает Android. Здесь его краткие характеристики. Все, конечно же, на китайском языке. Встроенная батарея на 2200 мАч. По заявлениям производителя хватает более чем на 500 раз использования. Это примерно 5-6 месяцев. Вот так вот. Зарядить его сначала, потом можно пользоваться. Питание 5 Вольт 1 Ампер. Размер манжеты от 22 до 30 сантиметров. Давление меряет от 0 до 300 миллиметров. Пульс измеряет в пределах от 40 до 180 ударов. Вот такая вот штука. Все здесь на китайском. Особо ничем вас не спасет. BP3 BP3L. Что оно из себя представляет? Сам microUSB кабель, который будет использоваться для зарядки. Либо выбросить его сразу, используя зарядку от телефона. Больше ничего полезного в коробке нет. Вот сам тонометр, само наше с вами устройство. Написано здесь все то же самое, китайский. Все на китайском. Подставочки вот такие вот. Явно здесь спрятаны болты. Вот он, тот самый microUSB порт для зарядки. Телефон вы можете вставлять сюда, можете не вставлять, как хотите. Удобнее может быть вставить. Может кому-то будет неудобно. Никаких функций не несет. Это не кнопка, просто такая заглушка, логотип компании. Кнопка вот здесь, вот включение, пауза, выключение. По сути она все время включена. Модель написана вот здесь вот. И вот единственный разъем, куда можно вставить манжету. Провод с манжетой. Вы сюда выставляете, в Play Market и скачиваете приложение, которое называется iHealth. Включаете Bluetooth. Включите Bluetooth, чтобы iHealth могла соединиться с... Включаем, после того, как первый раз оно сконнектится, уже будет работать практически сразу же. О том, что оно соединилось, показывает вот эта вот кнопочка, начинает светиться. Список собирает полностью ваши данные в таком вот формате. Верхнее давление, нижнее, а также пульс. Вот здесь, в менюшке этой программы, можете выбрать, какие у вас устройства еще есть. Кровяное давление, весы, трекеры активности, пульс, оксиметр. То есть, измеряет уровень кислорода у вас в крови. Вот такое вот устройство. Батарею показывает здесь версия оборудования, версия прошивки. Одел на руку. После этого нажал кнопку старт. Показывает вот здесь, в миллиметрах ртутного столба, сколько он накачивает нам с вами. Ну, по идее, где-то до 150, наверное, должен остановиться. Учитывая, что он сразу замеряет пульс. Он идет, видите, не снизу вверх, а сверху вниз. 126 на 79, пульс 81. Нормальное кровяное давление, то есть мое, находится сейчас в пределах нормы от 120 до 130. Пульсирующая волна. Настроение. Здесь можете записывать, чтобы следить за своим здоровьем. Еще было написано, поговорим о плюсах и о минусах. Сравнивал я ее с вот таким вот старым, добрым измерителем. Называется Microlife, швейцарский. Полуавтоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. То есть, различие в нем единственное такое, что здесь нужно качать самому. И разница с этим минимальная. Там плюс-минус 1 мм было. Тут, например, 129 показалось, здесь 128. То же самое пульс. Здесь 66, здесь 65. Ну, можно, так скажем, на погрешность это все списать. То есть, довольно-таки неплохое и качество. И соответствует полностью заявленным характеристикам. Здесь неудобно, что самому нужно качать. Никакой записи, ничего. Просто мониторчик и все. Здесь удобно, что происходит запись. Вплоть до, наверное, года, может и больше. Все ваши показания записываются в смартфон. Неудобно, конечно, если там бабушке, дедушке подарить. Нету экрана, ничего. То есть, постоянно подключать телефон, включать Bluetooth. Справятся они с этим или нет? Я даже не знаю. Некоторые явно не справятся. Поэтому, если нужен подарок очень пожилому человеку, который не хочет со смартфоном взаимодействовать и так далее, то, наверное, лучше купить стандартный полуавтомат или автомат с экраном. Если же более продвинутый пользователь, то уже можно брать такое. Но не забывайте, здесь понадобится смартфон. Подключить аппарат к смартфону, потому что иначе никак не накачаешь, никак не узнаешь, какое у вас давление. То есть, здесь нужно обучить, посмотреть, первый раз прокачать. Это уже дело привычки. По качеству абсолютно хороший. Вот этот вот, одни положительные отзывы у этого аппарата. Он довольно-таки давно у меня. И слышал я, и читал, что он, в принципе, хорош. И за свою цену был идеальным. Этот идентично все показывает. Ничем не хуже. Но уже более новый, современный дизайн. Считается умным устройством, так скажем. Программка сохраняет все память, все анализирует. Так что вот так, ребята. Считайте, смотрите сами. Цена его примерно 30 долларов. Наверное, полуавтомат в свое время стоил так же. Я поискал, их уже в продаже нет. Но средняя цена, которую показывают различные поисковики, примерно так и колеблется. 30-35 долларов. Наверное, сейчас в аптеках дешевле ничего и нет. Более-менее качественного. Поэтому смотрите сами. Если нужен тонометр типа такого, то брать такой смело можно. Довольно-таки неплохо. Вот так вот. Все. Спасибо вам. До встречи.